Книга «Открытым оком», том 16, вопрос, 3051, тема «Церковь». «Можно ли по какому-то из последних русских святых показать, что каноны церкви уже тогда нарушали, и эти святые не восставали против нарушителей?» Отвечает Игнатий Тихонович Алапкин. Про простых батюшек не знаю, хотя и не пишут, но по верхушке видно, что сплошь и рядом пренебрегали и презирают эти каноны и до ныне. Особенно в возрасте, в котором рукополагают священники. Про оглашенные языки в России вообще не знал никто, и нарушали так легко, как будто и не было этих канонов про эпитемию в несколько лет. Тут они давили своим авторитетом и сегодняшней омерзевшей экономией, вседозволенностью, благодаря их снисхождению. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, страница 108. Пишет один посетитель. «Я был в Кронштадте по делу в 1895 году. Я много испытал, растерял веру, озлобился. Ни в храме, ни в молитве искать примирение мне и в голову не приходило. Я был одвинулся к чаше почти инстинктивно, но вспомнил, что нужно говеть, готовиться, что я не приступал к чаше десятки лет. После обедни он сам подошел ко мне с вопросом. А через два дня я уехал верующим, счастливым, освященным святыми тайнами». Кавычки закрываются. Первое послание Тимофею, 5 глава, 20 стих. «Согрешающих, обличая пред всеми, чтобы и прочие страх имели». Двукратный Собор, 10 правило. «Явно предавшиеся страстям своим не токма не ужасаются наказания, определяемого священными правилами, но дерзнули даже ругаться над онами, ибо они превращают он и и ради страстной воли своей искажают смысл их, дабы по избытку страстного обольщения, как речено Григорием Богословом. Зло казалось у них не только осудительным, но даже божественным». Святой Григорий Низкий, правило 8. Число 12, глава, 14 стих. «И сказал Господь Моисею, если бы Отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли бы она стыдиться семь дней?» Шестой Вселенский Собор, 102 правило. «Приявшие от Бога власть решить и вязать должны рассматривать качество греха и готовность согрешившего к обращению, и так употреблять приличное недугу врачевания, дабы, не соблюдая меры и в том, и в другом, не утратить спасение недугующего. Ибо не одинаков есть недуг греха, но различен и многообразен, и производит многие отрасли вреда, из которых зло обильно разливается, доколе не будет остановлено силой врачующего. Почему духовное врачебное искусство являющему подобает прежде рассматривать расположение согрешившего, и наблюдать, к здравию ли он направляется или, напротив, собственными нравами привлекает к себе болезнь, и как между тем учреждает свое поведение? И если врачу не сопротивляется и душевную рану через приложение предписанных враче заживляет, в таком случае по достоинству возмеривать ему милосердие. Ибо у Бога и приявшего пастырское водительство все попечение о том, дабы овцу заблудшую возвратить и зеленую змеем уврачевать. Не должно гнать по стремнинам отчаяния, не отпускать бразды к расслаблению жизни и к небрежению, но должно непременно, которым-либо образом или посредством суровых и вяжущих, или посредством более мягких и легких врачебных средств противодействовать недугу, и к заживлению раны подвязаться, и плоды покаяния испытывать, и мудро управлять человеком, призываемым к горнему просвещению. Подобает нам и то, и другое видать и приличная ревность текающегося и требуя обычая. Для неприемлющих же совершенства покаяния следовать преданному образу, как и священный Василий поучает нас. Колокол огромный с торжеством, затащили к ним на колокольню, тонны полторы, не похудел постом, благовестом наречен соколик. Сколько их летело кувырком, переплавлено на пушки, на оградки, смерть подписывал наганом им нарком, именем народа для порядка. Учатся трезвонить с колокольни, дергать за веревочку язык, глупому, бездушному не больно, не к такому за века привык. Школой колокольня может стать, благовестие нести во всю окрестность, проповедовать воскресшего Христа, бить в набак, пока сердца не треснут. Прежнее плотское отойдет, слов библейских залпы и снаряды бьют, мишенью слов устал народ. Многие разрывы рядом, рядом. Колокол, как шлем, большая голова, звуки из торгая призывает. Если бы вложить в него слова грозного пророчества Исаии. Колокол, наставник многих школ, оживотворитель звоном души, слышащий на проповедь пришел. Им чистейшее библейское бы слушать. Колокол у каждого во рту, на плечах насажен иеговой. Слов евангельских рассыплем за версту, чтоб к пришествию Христа людей готовить. Не позвольте дергать за язык разным разномастным чернорижцам. Наведите к Господу мосты. Помогите сделать сердце чистым. 17 марта 2006 года. Игнатий Лапкин.